Совершенствованию работы скорой медицинской помощи был посвящен один из вопросов, который обсудили в этот вторник в правительстве Тверской области. В 2021 году отрасль здравоохранения ожидают серьезные изменения. Для реализации поставленных задач предусмотрено финансирование из федерального и регионального бюджетов. Впрочем, речь шла не только об этом. Теме газификации Верхней Волжи региональной власти уделили особое внимание. Тему продолжит Наталья Чекет. Одно из главных новшеств в системе здравоохранения – создание единой диспетчерской службы, которая должна повысить качество медицинских услуг и улучшить маршрутизацию пациентов. В этом году центр заработал в Твери и Калининском районе, а также в Вышнем Волочке. Во время заседания заместитель председателя правительства Иван Егоров рассказал, как сейчас организована работа службы. Звонки поступают по единому номеру 103 или 112. Обращения обрабатываются и после чего специалисты направляют в бригаду врачей. Игорь Руден, я комментирую работу диспетчерской службы, подчеркнул, что ни один вызов не должен быть потерян. И каждому пациенту необходима консультация. Вся система направлена на то, чтобы ни один вызов не был потерян, чтобы все вызовы выполнялись в нормативное время. Ну и, конечно, очень важно взаимозаменяемость, потому что когда в некоторых районах у нас есть проблемы с персоналом, либо проблемы с техническим оснащением, то мы всегда можем это укрепить другим районам, и все это будет видно в режиме онлайн. Планируется, что вся система скорой помощи Тверской области должна заработать в едином информационном поле в 2022 году. Чуть больше времени дается на реализацию другой программы по газификации Верхней Волжи. В ближайшие пять лет на территории региона совместно с компанией «Газпром» запланировано проведение голубого топлива в 22 муниципалитета, что включает в себя строительство и модернизацию газораспределительных станций. Что касается тех районов, которые не газифицированы, это в основном не Лидово, а половину суммы спецназбавки мы тратим на модернизацию, ремонт газопроводов. Тоже большая работа по модернизации. Также по программе газификации региона планируется подведение газа в 10 ранее не газифицированных муниципальных образований и создание условий для подачи топлива в районы Юго-Запада области. Газовая труба, которую нам необходимо построить, эта работа начнется уже в 2021 году. Это от Ржева до Нелидова, до Западной Двины, до Торопцы. Это основная наша магистраль, которая даст возможность газифицировать Нелидовский городской округ, Оленинский, Бельский, Соответственно, Западнодвинский и Торжокский. Это очень большой объем работы, ну и, соответственно, большой потенциал для привлечения инвесторов, газификации социальных объектов, ну и, конечно, для наших граждан. Кроме того, на 2021 год запланировано строительство внутрипоселковых газовых сетей в Красном холме, Молокове, Жарковском районе, ряде деревень Осташковского городского округа. В числе потребителей – деревообрабатывающие и машиностроительные предприятия. Естественно, на сегодняшний день газ – это одно из самых экономически эффективных и выгодных видов топлива. Естественно, сегодня, когда приходят на территорию те или иные инвесторы, они всегда задают вопрос, насколько газифицирована территория. И, естественно, если мы получим глубое топливо, то мы будем более инвестиционно активны и более интересны для размещения тех или иных инвестиций. Общий объем финансирования программы составит порядка 23,5 миллиардов рублей. Из них более 15,5 миллиардов – инвестиции компания «Газпро», а свыше 7,5 миллиардов – вклад Тверской области. Субтитры создавал DimaTorzok